На совещании актива на повестке дня стояли два вопроса о публичных слушаниях, внесении изменений и дополнений в устав и уже ставший постоянным вопрос о ходе плана сбора местных доходов. Вел совещание Загир Гаджевич Боташев, глава администрации Хасайуртовского района. По первому вопросу с краткой информацией выступил Магомед Магомедович Лобазанов, первый заместитель председателя районного собрания депутатов. Приведение устава муниципального образования Хасайуртовский район в соответствии с федеральным законом от октября 2003 года номер 131. В воздействии об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации в связи с изменениями, внесенными федеральными законами, собранием депутатов муниципального района на 23-й сессии, состоящейся 14 ноября 2014 года, было принято решение о принятии проекта решения собрания депутатов муниципального района о внесении и изменении дополнительного устава муниципального образования Хасайуртовский район. О создании рабочей группы собрания депутатов муниципального района для учета предложений граждан и организации проведения публичных слушаний с участием жителей муниципального района, а также утвержден порядок проведения этих публичных слушаний. Решение собрания депутатов муниципального района от 14 ноября 2014 года с проектом решения собрания депутатов муниципального района о внесении изменений и дополнительного устава муниципального образования Хасырского района опубликовано в газете «Веста Хасырского района» от 14 ноября 2014 года. В опубликовании проекта решения собрания депутатов муниципального района вынесены изменения в 13 статей устава муниципального района и 4 статьи полностью излагаются в другой редакции. Самые значительные изменения внести нефедеральным законом от 27 мая 2014 года номер 136 о внесении изменений в статью 26 федерального закона об общих правительствах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. И федеральный закон номер 131 от 6 октября 2003 года, который закрепил за субъектами Российской Федерации дополнительные полномочия по нормативному и регулированному вопросу местного самоуправления в Российской Федерации. В частности, в вопросе определения способа формирования представительного органа муниципального района и определения порядка избрания главы муниципального района. Для реализации указанных положений федерального закона номер 136 от 27 мая 2014 года Народным Собранием Республики Дагестан принят закон Республики Дагестан от 16 сентября 2014 года номер 67, который определил единый порядок формирования представительных органов муниципальных районов, которые состоят из глав сельских поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными органами из своего состава в соответствии с нормами представительства, исходя из численности населения. Но это все мы прошли с вами, поэтому я не буду перечислять, что время не терят. И муниципальному району дано право определить в своем уставе норму представительства поселения представительного органа муниципального района. В связи с этим, проект устава внесен не изменяя о том, что собрание депутатов муниципального района состоит из глав поселения, входящих из 6-го муниципального района, и из депутатов собрания депутатов сельских поселений. Согласно установленным рекомендациям по реализации администрации главы и проекта СТР по подтолку муниципальных правых актов и реализации положения 136-го федерального закона. По этим рекомендациям 42 главы сельских поселений, это одно поселение, один глава, и 62 депутата, по одному депутату из 28 поселений, по два депутата из 28 поселений и по три депутата из 6 поселений. Общая численность депутатов собрания депутатов района составляет 104 человека. При этом в уставах сельских поселений закрепляется норма представительства, установленного в уставу муниципального района, применительным к данному поселению. При формировании конкурсной комиссии по назначению главы местной администрации, по одному депутатской комиссии назначается собрание депутатов муниципального района, а другая половина главы республики Дагестан. Имеются и другие изменения, все они отражены в проекте решения ФАП, данному вопросу, который был рожден депутатам, которые доводили мы их до вас. Эти вопросы мы обсуждали на указанной районной сессии. Указаны рекомендации, рождены и всем вам тоже указаны, значит, указаны эти рекомендации, уважаемые главы сельских поселений, на семинаре с совещанием, который проводился в этом зале 28 октября 15 года администрации главы республики Дагестан. Вы все здесь присутствовали, на котором с разъяснением положения федерального закона 136 и закона Республики Дагестан номер 67 выступали представители Управления по внутренней политике и территориальному развитию администрации главы республики, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан, Ассоциация Совета Муниципальных Образований, Значит, Избирательные комиссии Республики Дагестан и другие. Вам, значит, были даны рекомендации незамедлительно приступить к несению изменений в Уставе сельских поселений, установлено срок и представить решение сельских собраний, депутату на регистрацию. Значит, я должен сказать, что все, значит, к этой работе отнеслись очень добросовестно. Значит, на позавчера, вернее, на пятницу было, всех были представлены, кроме пяти сельских поселений, а на сегодня у нас остался, значит, непредставленный один глава сельских поселений, это известный всем Олег Гаджи Тукатинский. Остальные все представили, но будем надеяться, что мы этот вопрос закроем. Этот вопрос находится на контроле, на контроле администрации главы республики, и поэтому этот вопрос надо обязательно, значит, очень четко довести до конца. Проектом решения предусмотрен сроки и порядок опубликования проекта решения, организации работы по учету положения, предложения граждан по проекту решения, создание рабочей группы собраний депутатов по проведению публичных слушаний в составе четырех депутатов, сроки и порядок проведения и опубликования результатов публичных слушаний. О приемах предложений граждан и проведении публичных служебных на доске объявлений администрации муниципального района с 15 ноября 2014 года вывышено объявление. За этот период предложений от жителей Хасевского района официальных органов местного самоуправления и территориальных структур республиканских и федеральных властей в адрес рабочей группы не поступало. Сегодня по телефону заместитель прокурора Хасевского района Газеля Мазанча мы получили одно предложение. Сейчас, наверное, и он назвучит его. Большие изменения внесены в 131 закон и в связи с этим и с федерального уровня поступили поручения, сгадания, чтобы привести в этом году усталость всех поселений и районов, городов в соответствии с действующим законодательством и отчитаться. Значит, посмотрел некоторые пункты здесь. Вот основная статья, это статья 6, где полнобучие местные полномочия. Там у вас вносятся изменения. Пункты первые там, ну это понятно, есть вот 38 пункт. Там присвоение адресов объектам адресации. Этот пункт можно было бы, можно его таким же путем оставить, дело в том, что федеральным законом номер 307 от 14 октября этого года изложенный в 35 пункте. Там есть муниципальный контроль над местами особой экономической зоны. Вот этот пункт исключит, и туда можно было бы ставить, внесенный 21.07.14.234 законом, изменение такое, вместо 35 пункта, осуществление муниципального земельного контроля на межпоселебных территориях муниципального района. И тогда 38-й идет, и по тексту у нас может получиться юридическая стилистика, но больших изменений не требуется. Вот это статья, вот это. Вот статья 16-й устала, части 3-й, там есть проекты, планы, программы развития муниципального образования, муниципального района, проекты правил землепользования и застройки, проекты о планировании территорий, проекты межливаемых территорий. Вот туда надо было внести, вот я выписал, значит, федеральным законом от 23.06.14.171, внесено такое дополнение, за исключением случаев предусмотренных градостроительным кодексом Российской Федерации. Вот это надо дополнить, потому что там, видимо, свои изменения есть. Статьи 57-59 131-го закона исключены федеральным законом от 14 октября этого года, то есть речь идет о местных налогах, местных сборах, потом региональных сборах. И в связи с этим у вас изменения есть, статью 52-ю, устава, это большая статья была, она изменена, формирование доходов бюджета, в соответствии с бюджетным доказательством. И кроме этого, это изменение вносится, но дело в том, что в статье 59 устава есть местные налоги, называется сбор. Я не знаю, это противоречие будет или не будет, в связи с этим, может, дополнительно посмотреть на этой части. По второму вопросу о налогах были заслушаны главы сельских администраций 10 населенных пунктов Хасаюртовского района. Большие или малые задолженности есть практически у всех, но главы сельских администраций Могилевская, Петраковская, Карланьурт и Чичали были отдельно отмечены как лучшие по сборам налогов. Одной из проблем остается и задолженность по электроэнергии. Загир Гаджевич еще раз подчеркнул, что она должна быть погашена в ближайшее время. После обсуждения ряда других вопросов совещание завершилось.